МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Две российские команды опробуют свои силы в недавно стартовавшем летнем план-бейс Summer Cup. Новая миниатюрная беспроводная оптическая мышь. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим баговые флэши на основных картах в Counter-Strike. И, конечно, сегодня вы увидите финальную игру между двумя сильнейшими командами СНГ. Virtus.pro и A-Gaming. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Возвращение Комплекс-Сити в Counter-Strike 1.6 продолжает будоражить киберспортивную общественность. Команда уже пообещала посетить национальный отборочный тур гранд-финалу WorldCyberGames 2008 со стопроцентной гарантией. Теперь появилась информация, что помимо вышеупомянутого турнира, ребята планируют участие в Сево и Extreme Masters 3. Напомним, что данный коллектив не раз занимал почетные призовые места на турнирах. Будем надеяться, что они быстро восстановят форму. Совсем недавно Свет увидел новый патч для Warcraft 3 под номером 1.22. Многие киберспортсмены заволновались. Впереди гранд-финал ЕСВЦ, в рамках которого пройдут первенства по Warcraft 3 и Dota. Естественно, выход нового патча стал веским аргументом для обращения к организаторам, так как он еще не опробован и не изучен. Организаторы ЕСВЦ приняли решение провести первенство на старой версии Warcraft 3 1.21, а уже со следующего ивента использовать новый патч. Популярность World of Warcraft не имеет аналогов. Все фанаты и просто любители этой игры ждут с нетерпением нового глобального дополнения уров ОВ Лич Ким. Искушенные коммерции Blizzard постепенно поставляют информацию. На прошедшем Worldwide Invitational разработчики пролили много света на PvP-аспект грядущего дополнения. Появится первая открытая зона для PvP, осадные орудия, множество арен и еще много всего интересного. Будем с нетерпением ждать появления дополнения. Две российские команды опробуют свои силы в недавно стартовавшем летнем Clan Base Summer Cup. Energy 5 и Pincho и EA FIFA были определены жребием в одну группу. Им будут противостоять две команды из Португалии – Hardstyle FIFA и Exello. Стоит отметить, что в составе Exello есть два россиянина – Денис Краш-Ди Проничев и Андрей Марена-18 Жердик. Можно сделать предположение, что эти игроки были добавлены специально под Summer Cup, так как их даты регистрации совсем свежие. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим баговые флэши на основных картах в Counter-Strike. Баговые флэши – это флэшки, которые попали за текстуру. Они слепят на очень большой радиус и на длительное время. Первая баговая флэш может быть кинута на Dusty 2 в арку перед зигзагом. Она кидается следующим образом. Встав в упор карки, не отпуская клавишу вперед, нажимаете прыжок и кидаете флэш. Она должна улететь за текстуру. Эта флэш слепит весь центр, зигзаг и часть А-плэнта. Вторая баговая флэш на карте D-Nuke. На рампе можно закинуть флэш под ящик, тем самым ослепив врагов на рампе, железе и под девяткой. Кидается она в любом положении. Главное, чтобы она залетела под ящики. Третья баговая флэш на карте D-Inferno. В арке у Ямы можно кинуть флэш, аналогичную баговой на Dusty 2. Кидается она точно так же. Слепит банан центр и часть второго центра. Баговые флэши, несомненно, эффективнее обычных флэшей. Но их использование строго запрещено на всех турнирах и чемпионатах. Информация о них дана для того, чтобы вы сразу поняли, если против вас используют этот нечестный прием. Мы – школа киберспорта. Учитесь на дни пятерки, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Новый джойстик с огромным количеством органов управления. И, конечно, сегодня вы увидите финальную игру между двумя сильнейшими командами СНГ – Virtus.pro и A-Gaming. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Если вы хотите вывести на лицевую панель настольного персонального компьютера все наиболее часто используемые разъемы и порты, интерфейсы для подключения карт памяти, а также получить доступ к рычагам управления скоростью системных вентиляторов, то взгляните на новинку компании Skyt – панель Кама Панел 2. Устройство устанавливается в 5-дюймовый отсек компьютерного корпуса и позволяет вывести на лицевую панель все необходимое для подключения периферии. BenQ M310 по ряду параметров представляет собой типичную миниатюрную беспроводную оптическую мышь. Компактные размеры не позволили наделить устройство высокой функциональностью. Однако и сегодня, как и много лет назад, все операции могут быть выполнены при помощи всего лишь двухкнопочной мыши. Имеется удобное колесо прокрутки. Разрешающая способность – 800 ДПИ. Питание осуществляется от двух пальчиковых батареек. Радиус действия – 10 метров. Представляем джойстик Genius Metal Strike FF. Он имеет огромное множество органов управления. 13 программированных кнопок, переключатель видов и клавишу турбо. Все части джойстика выполнены из высококачественных материалов. Рукоятка прорезинена, что предотвращает соскальзывание. Также имеется система охлаждения, которая работает в двух режимах. Длина кабеля – 2 метра, что позволяет расположиться на достаточном отдалении от монитора. Представляем кулер XIGMATIC RED SCORPION. Скорость вентилятора изменяется от 800 до 1500 оборотов в минуту. Регулировку скорости можно доверить материнской плате, поддерживающей широтно-импульсную модуляцию при помощи удлинителя, входящего в комплект поставки. Вентилятор при работе издает шум, не напрягающий слух. Обычно такой шум слышишь только тогда, когда хочешь его услышать. Все остальное время он просто не привлекает к себе внимания и не заметен на фоне всех остальных шумов. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня вам предстоит увидеть финальную игру с украинских отборочных ESVC 2008. Состав команды Virtus.pro Колесников Алексей Алексей К. Лекс, 21 год Благин Михаил Майкл Б. Кейн, 22 года Макаров Роман Роман М. Ромжике, 19 лет Сухарев Иоан Иоанн С. Эдвард, 19 лет Тесленко Даниил Даниил Т. Зевс, 20 лет Кейн до сих пор у Virtus.pro на испытательном сроке, поэтому будет стараться изо всех сил, чтобы его команда выиграла. Смена координатора меняет весь стиль команды, поэтому Virtus.pro уже не та команда, которая не вышла из группы на последнем Асусе. Состав команды А. Гейминг Андрей Блэйд Городенский, 22 года Юрий Страйк-Терещенко, 22 года Алексей Хаус Кучеров, 20 лет Сергей Старикс Ищук, 21 год Дмитрий Хуч Богданов, 21 год А. Гейминг не так давно играет составом с русским легионером, но уже успели показать свой уровень на последнем Асусе, заняв первое место. Virtus.pro начинают за атаку, а гейминг за дефенс. Первый раунд. Virtus.pro пытаются зайти на верхний плент из подъезда и скрипы. Происходит размен, после которого игроки атаки остаются вдвоем против трех игроков дефенса. Кейн и Ромшки решили сделать развод. С ноля они побежали на рампу, после чего сразу же вернулись обратно. Беспрепятственно поставив бомбу, игроки не смогли ее удержать. Третий раунд. У Virtus.pro закуп. Лекс и Эдвард уходят на улицу, а Ромшки и Кейн халдят на ноле. После чего Эдвард проходит под девятку, а Лекс подтягивается к выходящему через дверь на точку А Ромшки. В итоге Роман ставит бомбу на девятку и остается один против двоих. Он делает хэдшот хаосу, но Хуч выходит из будки и на реакции убивает последнего террориста и разряжает бомбу. Пятый раунд. Эдвард запрыгивает на скалу, а после на подъезд. Ромшки уходит один держать ноль с восьмерки. А Лекс, Зевс и Кейн уходят на улицу в надежде сделать несколько минусов и играть от этого. Там их встречает Старикс, и терроры решают отойти на ноль. Времени до конца раунда остается совсем чуть-чуть, и Кейн с Ромшки заходят на точку Б с железа, где их встречает Хуч. Зевс остается один против четверых за пару секунд до истечения времени раунда и сейвит девайс. Виртус Про не могут найти свою игру и разделяются, тратя гранаты впустую. Счет 5-0 в пользу А-гейминг. Шестой раунд. Виртус Про решили все-таки закупиться после неудачного прошлого закупа. Ромшки и Зевс забегают на ноль, и Зевс делает минус через дым. После чего от прострела погибает Хаос, и игроки А-гейминг остаются втроем против пятерых. Дальше погибает Страйк, который просматривал улицу с пятерки. А погибает он от Лекса, который смело прошел всю улицу и без проблем убил его. После чего Хуч, забегающий на радио, видя Зевса, умирает. Вслед за ним умирает и Блейд. Этот переломный раунд решил исход всей первой половины. Счет стал 5-1 в пользу А-гейминг. Но Виртус Про нашли ту брешь в обороне украинской команды, которая позволила им закончить первую часть битвы со счетом 9-6 в их пользу. Команды меняются сторонами, и Виртус Про нужно лишь не расслабляться, чтобы выиграть эту игру. Виртус Про халпует уже взятую точку А, на которой не прикрыли друг друга Зевс и Кей. Лекс с девятки делает минус и сам погибает. Вслед за ним выходит Эдвард и делает два минуса в голову. Попадает в Хуча, которого режет Зевс. Старикс остается один против Зевса и Эдварда на девятке. И вскоре погибает от Зевса. А гейминг, оставшиеся раунды пытаются что-то сделать, но у них получается взять лишь несколько раундов. И в ласт раунде идут постоянные размены, в результате которых Виртус Про просто перестреливает украинцев и выигрывает финал, квоту на ландфиналы и получают признание многочисленных фанатов. Итоговый счет 16-9. Виртус Про в очередной раз доказывают звание сильнейшей команды СНГ и отправляются домой с победой, которую от них ждали. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки Школы Виртуального Спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Новые состязания между киберспортсменами. 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 Продолжение следует...